Скажите, за что, скажите, люди мучают друг друга? И любят, мучают, и не любят, мучают. Вот и я. Веду себя жестоко, бестактно по отношению к вам. Бавлик, вы хороший человек, добрый. А что я могу сделать? Вот вы говорите, что любите меня, а я вас нет. Что же я могу сделать, и что вы можете сделать? Когда-то я встретилась с человеком, который был... Господи, почему был? Он самый умный, добрый, красивый. Может быть, только для меня. Пусть так, но для меня он такой. И одно время мне даже казалось, что он тоже любил меня. Вернее, ему так казалось. Может быть, ему даже не казалось. Впрочем, это не важно. Посмотрите на меня внимательно. Что-то во мне очевидно не так. Иначе за что меня так наказывать? Я ведь так хотела заслужить его любовь. Я готова была на все, только бы он был со мной. Мне необходимо было видеть его каждый день. Только видеть, говорить хотя бы это. Я не могла без него жить. Я звонила по телефону и слушала его голос. Я стояла под его домом и смотрела на окна. Я писала ему письма вечером и клала их под подушку. Я целыми ночами сидела и бубнила. Дорогой, миленький, услышь меня, пожалуйста, вспомни обо мне хоть на минутку. Я так люблю тебя, мой хороший. Ну, скажите, разве женщина может так вести себя? Разве я могу воспитывать детей? И разве может после этого кто-нибудь, хоть кто-нибудь любить меня? И даже вы.